Как собирали команду? Кто эти ребята? Кто эти герои? Сколько раз в неделю тренируетесь? И до соревнований остались полторы недели буквально. Сейчас что? Идет какой этап? Да, на самом деле направление кроссфит у нас в городе развивается уже, наверное, порядка 8 лет. И участники команд, это ребята, которые тренируются у нас в зале, это выходцы из различных видов спорта, которые являются сейчас в данный момент комплексными атлетами, лучшими атлетами Ямал-Ниско-Автономного округа. Они не раз это доказывали, выступали в различных дисциплинах, каких-то гиревой спорт, легкая атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, дисциплины из ГТО, являлись победителями в этих направлениях. Соответственно, это сборная команда, которая будет представлять город Новый Рингой на этапе «Северный характер лета». Представляет честь нашего города. Мы хотим показать, что в нашей команде есть лучшие атлеты, которые способны побеждать на соревнованиях любого уровня. Вы жесткий тренер или мягкий? Какой? Я тренер среднего уклада, но я люблю дисциплину. Ребята у меня различного возраста, но никто не позволяет себе опаздывать на тренировку. Они всегда приходят вовремя и выполняют все задания до конца. У меня договоренность, перед тем, как я беру к себе тренировку людей, что люди ходят у меня как минимум три раза в неделю, за исключением каких-то рабочих моментов, и обязательно заканчивают тренировки до конца, слушают меня. Подготовка к этим соревнованиям, она как-то отличается или нет? Да, так как северный характер включает в себя элементы бега на различные дистанции, нам приходится в нетренировочные дни тренировать отдельно прерывистый бег с выполнением каких-либо заданий, так как в северном характере. Это препятствие в виде турников, канатов, заборов, которые необходимо преодолевать. То есть мы стараемся имитировать задания на улице или в зале и пробуем их проходить. А в северном характере ранее, в прошлом году участвовали или нет? Мы участвуем уже несколько лет в северных характерах, в том числе и в гонке чемпионов. В прошлом году в гонке чемпионов в городе Нового Рингу и наша команда заняла первое место. Также в северном характере, в зимнем этапе, наши команды заняли первое и третье место соответственно. То есть и в личном индивидуальном зачете. У меня парни и девушки являются победителями и призерами этапов в Салихарде. И в Ухтинском личном зачете побеждали, и в профессионалах, и в любителях. Почему таким видом спорта? Сколько уже занимаешься? Я занимаюсь, наверное, года три я сюда хожу, потому что понимаю, что это наиболее подходящий для меня вид. Я пробовала ходить в зал, но там как-то все очень спокойно. А здесь у нас такая энергетика. Во-первых, мы постоянно свою выносливость испытываем. Мы постоянно конкурируем друг с другом. И мы хотим, да даже не друг с другом, даже самим собой. Здесь же нужно работать на время, нужно успеть. Поэтому азарт, адреналин. И поэтому мне подходит эта атмосфера больше. Почему решила быть в команде по северному характеру, принять участие в соревнованиях? Даже не знаю. Я так не решала. За тебя решили? Да. Просто получилось так, что показываю результаты, люблю бегать. И тренер предложил поучаствовать в сборной, в команде. И вот получилось так, что принесла результаты в северном характере зимой в Селехарде. И тоже, получается, немножко оправдала ожидания тренера. От этих соревнований что ждешь? Конечно, я за нас очень переживаю. Я хочу, естественно, чтобы мы показали хороший результат. Но я очень хорошо оцениваю наших противников, потому что я их уже видела на северном характере в Селехарде. И я понимаю, с кем нам придется бороться. Но мы стараемся, мы тренируемся. И я думаю, что мы тоже достойный результат покажем. Участвую я в таких соревнованиях не первый раз. Я выигрывала соревнования северный характер в городе Селехард в категории любителей. Да, в этом году я планирую поучаствовать в категории профессионалы. Считаю, что очень много для этого работало. И, соответственно, мой уровень немножко подрос. Поэтому надеюсь, что получится в профессионалах. А от этих соревнований что ждешь? Ты уже понимаешь, какая будет полоса препятствий, ну примерно хотя бы. И в целом, когда в первый раз принимала участие, А ты была к этому готова? Морально, физически? Или вот как оно? На данный момент, зная ту трассу, которая будет у нас впереди, у меня очень сильный азарт. Я просто в восторге. И уже хочу непосредственно приступить к испытаниям, потому что я люблю это все. Касаемо первых моих каких-то соревнований, что я испытывала? Я испытывала сначала шок, жуткий страх. Куда я вообще лезу? Зачем мне это надо? Но когда ты занимаешь лидирующая позиция, когда ты особенно занимаешь первое место, там, конечно, уже играет гордость за себя. Там уже такое, да, восхищение того, что ты справился. И, соответственно, не хочется вообще останавливаться. Дальше включается только азарт в плане того, что тебе нужно больше. Ты хочешь еще, еще, еще. Касаемо испытаний, в принципе, не так сложно, потому что, как видите, мы здесь занимаемся именно силовыми такими упражнениями. То есть это подтягивания на турниках, да, это более такие тяжелые веса. Соответственно, во время испытаний тебе это проходится очень быстро и легко. Но бег, кардио? Нет, не хочу. Но буду. В любом случае буду. Почему нужно принимать участие в таких соревнованиях? В первую очередь, мне кажется, для себя. Для поднятия самооценки, для понимания того, что ты можешь, ты сильная. Ну, когда ты лежишь на диване, это немножко другие, да, ощущения. Но когда ты пробегаешь эстафету, неважно даже, какую позицию ты заняла, исходя из своих физических возможностей, ты все равно кайфуешь. То есть у нас есть люди, которые и в 40 лет, и в 50 лет бегают. Понятное дело, что не занимают, да, там, призовые места, но при этом они все равно с собой гордятся, что они прошли это испытание. Это нужно попробовать. И подсесть. Подсесть. Это болезнь. Это правда болезнь. Чем будете удивлять спортсменов? Будет жестко или будет легче, чем в прошлом году? Какие будут этапы? Что сейчас готовите? Удивлять будем трассой. Обычно мы привыкли уже к 5 километрам и порядка 20-25 этапов. То эта трасса будет эксклюзивная тем, что протяженность трассы будет всего 3,2 километра. Но на этих трех километрах с небольшим будет расположено 27 этапов. Если очень грубо говорить, то это практически каждый из 100 метров этап. И этапы будут. Большинство из них это абсолютно новые этапы. Ну и часть уже традиционных, самых любимых, типа вот смузи, который здесь у нас находится. Это один из самых любимых у участников этап. Если говорить про общие моменты, то 29 и 30 числа с 10 часов начинается программа. Соответственно, открытие. В первый день, 29 числа, побегут команды. Это категория профи, категории любители. 30 числа побегут профи. Также, но уже личное участие. И категория любителей, также личное участие после обеда будут стартовать. Наверное, тоже неким анонсом будет. Всех желающих, кто прибудет сюда с семьями, будет сделана отдельная небольшая трасса, в которой в рамках года детства, года семьи, можно будет принять участие и, соответственно, уйти с призами. Это абсолютно новая локация. Здесь еще северный характер ни разу не проводился. Ни муниципальный, ни окружной. Интересные условия. Это песок, это горы. И, наверное, это в том числе удивит участников. Потому что, если мы привыкли бегать, мы привыкли бегать по какому-то подготовленному покрытию, либо, может быть, по пересеченной местности, то здесь песок, это дополнительные условия такие, которые, я думаю, тоже будут вызывать определенные трудности участников. Если по этапам, еще пять водных этапов ожидают наших участников. Надеемся, что погода будет нам, сопроводит нас такой же прекрасной, которую мы видим сегодня, и все участники получат удовольствие. Еще в дополнение хотелось бы сказать, что будет организована трансляция. Установлен экран на сцене. Соответственно, на дистанции будет расположено порядка четырех камер, плюс две старт-финиш. Будет транслироваться весь северный характер. И также здесь люди, которые придут сюда, смогут увидеть то, что происходит на этапах. Можно будет и прогуляться самостоятельно, будут зоны для зрителей организованы, и также увидеть всю трансляцию с экрана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова